Мы пришли возвестить истину Господню, которая отображена в этой книге, что мы все умрем, а одни будут только в раю с Богом, а другие в аду. Вот и все. Никакой прелюбодеи не войдет в Царство Божие. Пришли с великой радостной вестью, чтобы люди покаялись перед Христом, который умер за грехи людей. У вас, наверное, другая книга? А что такое? Что это Коран? Я убью, да и у вас там вообще какой-то, блядя. А, и что, и что, и что, потом что? Считать можете, что написано? Вот это, отщупаем. Вы эту книгу знаете, нет? Считаете? Ну, Коран, да. Считаете. Скажите, 5 сура, 47 и 66 аят, о чем говорят? Я не знаю, блядь, я не читал Коран. Вот это оно, вы никто не считали. Две с половиной тысячи человек я тут исследовал, ни один не считал. Да какие же мусульмане-то? Да никакие. Почему в Саудовской Аравии, в Йеме не знают, а вы не знаете? Почему? Потому что мы такие, да. Это зависит от вас. Обольстились от этих бабьими вонючими, говорится, подолами-то. Нет, ты этим что хочешь сказать? Короче, типа там... Я считаю, и 5 сура, там говорится о людях, писания, и я, так называют христиан. И говорит, вам данный Евангелий и жил. Вы по нему и поступайте, как вам Господь дал. Я и поступаю по этому. Почему? Это написано в вашей книге. Я христианин. Я со своей книгой пришел к вам. Вы не можете со своей книгой прийти ко мне, потому что не знаете, не считаете. И это неправильно. Вы должны знать, что там написано. Ну, простое дело, простое. Вот возьмите, вот вы усы сбриваете. На каком основании? Кто вас научил? Бог, Господь, Бог сотворил тебя. Никто не творил. Бог, Единый, Всемогущий, Всевышний. Нет, он вам так не говорил. Это враг научает искажать образ Божий. Знаете что? У нас в Ветхом Завете, в Ветхом Завете взято от евреев. И вы-то берете откуда? У нас Соломон, у вас Сулейман. Это один и тот же? Не знаете ничего. Вы не мусульмане. Я когда сказал мусульмане. А вас кто-то знает, похоже. Вы не знаете своей веры. Вы веру свою не знаете совсем. Это плохо. Надо знать. Да, базара нет. Да, да. Мы должны, да. Мы изучаем. Мы все должны это делать. Да, я не знаю. Я не изучал. Мне не дали выписать. А раз не знаешь, ты нарушаешь. Я когда сказал о вас, мусульмане, то люди, которые оттуда, мусульмане. Вот смотри, какая есть книга. Это главная книга в мире. И она отвечает на все вопросы. И самый главный вопрос, до чего человек живет. Что Иисус Христос, Сын Божий, сходил на землю. И люди распяли, прибили его к кресту. И он умер. А на третий день воскрес живой. Вот мы каждую неделю воскресенье называем. Это в честь этого. От рождения Иисуса Христа идет 2020 год. Он спаситель мира. Люди, которые поверили, которые получили рождение Духа Святого, они ведут себя совсем по-другому. Они думают о вечности. Как добро делать. Как бы никого не обидеть. С терпением, с смирением беды переносят. У вас дома даже и Евангелия нету? Что? Евангелие, книга такая. Есть Евангелие, Новый Завет? Нету? Нет, нет. Родители-то у тебя были бы дома. Они подошли сейчас, мы поговорили с ними. Я бы им дал адрес. Откуда Евангелие взять? С домикого нету. Так. Ты в школу-то ходишь? Да, хожу. А в какой класс? В пятый. В пятый. Ты уже большой. Я тебе несколько наказов дам. Наказы. Ты послушайся меня. Никогда никому в дом не заходи, когда идешь. В машину чужую не садись. Детей воруют и убивают. И органы их берут и продают в Китай. Там легкие, печень. Никому. Пойдешь на школу, подойди к родителям. Как ты их зовешь там? Благословите, чтобы они тебя благословили. По согласию. И не слушай плохих товарищей. Не дружи с ними. Они что попало делают? Ругаются. Не учись этому. А есть свободное время, воскресенье. Пойди в храм. Может там занятия идут. По изучению Священного Писания. Называется закон Божий. У тебя другая совсем жизнь будет. Ты послушный будешь. И тебя Господь благословит. Не дружись с плохим. Потому что навыкнуть плохому очень легко. Отвыкнуть нельзя. Курить начинают, материться. А ты не знайся с такими людьми. Про себя. Вот я был, когда я тоже не дружил. Маленький был. А молился. Как где никого нету, так помолишься. Господи, помоги. Потому что Бог всюду. Он слышит. Жить для Бога – это радость. Ты знаешь, что смерти нету. Есть только переход с одной в жизни в другую. А там есть ад, огонь. Грешникам огонь. С сатаной. И праведным рай. У нас в семье было 10. 5 мальчиков, 5 девочек. Жили разные, конечно, мы были. Но дружба была между нами. Не так, что старше, чтобы там бил. Или как сейчас смотришь. А родные, а хуже зверенышей. Тебя это звать как? Иван. Иван. А. Благодать Божия называется. Это с еврейского имени. А меня – Игнатий Тихонович. Игнатий означает неизвестный, неведомый. А с латинского – огненный. А отец у меня – Тихон. Тихон означает приносящий счастье. Наши имена греческие, еврейские, латинские. Вот мы видим, встречая девочку, Лариса. Встречал такую? Нет? Вот Лариса означает «чайка». А она не «чайка», а имя дали такое ей. Лариса, ладно, не торопитесь, надо. Как? Я сейчас убегаю на занятия. Я не совсем понял, это что-то такое. Я сейчас на занятии убегаю, мне надо прерывать наш разговор. А, ну ладно. Давай. Если пожелаешь больше, можешь зайти на наш YouTube-канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Я начале детского лагеря, 48 лет был. Ты многое там найдешь. Как дети у нас катаются на лодках, на лошадях. Как мы травы разные собираем. Тебе будет очень интересно. И родители могут связаться, чтобы в лагере побыл у нас. Там никто не обидит. Ну с Богом, Иван, давай. Крепкие мужики, голые валяются, письками играют, как пятимесячный ребенок в люльке. Это ужас один. Надо же. Ну это хоть одеты, слава Богу. Процентов 90 мусульман. Самое блудливое, самое трусливое здесь собралось. Как только покажешь Библию или перекрестишься, он сразу кубырк, как отродье дьявольское. Ну я, конечно, в усилении так считаю. Вы что, не верите, что Христос умер за грехи людей? Да, я не могу сказать. А у вас такая книга известна? Да. А вы считать можете? Нет, скажу, нет. Вот как сатана сделал. Две с полнотыщи мусульман встретились, и ни один не может просчитать. Разве это от Бога? Да ты б десятки раз уже выучил. Они верят. Я мусульманин, ахалах Акбар, больше ничего не знают. Книгу Библию испортили. Вот такие чурки прямо. Да ты маленько сам-то разберись. Христианство на шесть столетий раньше пришло. Иисус умер за грехи людей. Как можно это отрицать? Евреи говорили, его украли. А теперь другие говорят, а он и не умирал. Я ничего не отрицаю. Я же сказал, не знаю про это ничего. Ну, это другое. Я про вас не говорю вообще. Я разговариваю здесь с мусульманами, с сотнями. Ничего не знают. Две с полнотыщи мусульман прошло, и никто считать не умеет. Я говорю, вы такие же, как наша православная. Церковно-славянский язык стоят столбушками в храме, ничего не знают. Ну, хоть маленько знают, а эти вообще ничего не знают. Что сделаешь? Ничего не делаешь. Надо молиться. Слезно просить прощения. Иисус умер за грехи людей и ждет с покаянием. Даром даруя спасение кающемуся, когда он обещает и выполнит. Можно спросить, а вы что тут делаете? А разве вы не понимаете, что я делаю? Как раз я то и делаю, возвещая истину. В это место мрака, заблуждений и Содома. Мы принесли свет Христовой любви. Таким образом, да? Я ответил, дважды сказал, что я делаю здесь. Уже пятый месяц здесь работаю. Я не просто сижу, а работаю. Уже 650 человек нашли, которые склонны принять истину. Понятно. А вас кто-то это спонсирует, что ли? Вы ушли куда-то. Там не видно. Голову поднять надо вам. Вопрос повторить. Опять ушли. Как вы это делаете? Не просто так же делаете? Мы просто свидетельствуем людям о Боге. У нас большие ресурсы. Мы их посылаем туда. И они там находят нужное. Мы строим православную деревню с нуля. Как вы проживаете вообще? Наш канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это огромный канал. Ему равных нет в интернете. 19 тысяч роликов наших. Где может смотреть? 19 тысяч роликов. Общий просмотр 45 миллионов. Это где можно посмотреть? В YouTube канал. А как называется? «Во свете Библии». Во свете. Свет от нее падает. Сейчас, секундочку. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Два слова. Игнатий Лапкин – это я. Открывайте сейчас. Ладно, я потом чуть-чуть попозже посмотрю. Да. Я там даю ответ на 4124 вопроса. Вы правильно написали. Теперь имя мое написите. Игнатий Лапкин. Ладно, я найду. Вот найдете. Если вы пожелаете встретиться, то в скайпе меня найдется. Скайп. Такая система. Игнатий Лапкин, только зарядите. С этой фамилией и именем я один на весь интернет. Как? Вас как звать-то? Ну… Ну, я хочу, чтобы вы были благословенны. От этого никакого. Мне еще не надо. Меня не надо. Мы когда молимся за кого-то, произносим имя его. Мы молимся о правителях. Вот я задаю загадку такую. В стране Российской Федерации за время перестройки сделано 120 миллионов абортов. И в стране Российской Федерации нашелся только один глава администрации, который запретил эти аборты. Ввел в уголовный кодекс. Кто это такой? Не можно сказать. Не можете сказать. А подумайте, так и скажите. Он герой Российской Федерации. Герой. Не по железке по этой. А по сути дела он герой. Пока живой. Вы должны знать. Мы за него молимся каждый день, чтобы Господь Бог сохранил его. Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович Кадыров. Мусульманин. У меня от него благодарность. Я подарил ему 38 книг, которые у меня вышли из печати. Вы ушли совсем под пол. Вас не видно. Один лоб только видать. Да и говорю же. Все хорошо. Храни Господь вас. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok